Ну что, друзья, вот и вышла довольно хайповая игра по мотивам фильма «Звёздные десанты». Сегодня мы разберём стратегию Starship Troopers Staron Command и решим, стоит ли её покупать или это всё-таки очередной проходной продукт. И без лишних слов перейдём сразу к делу. В Стиме она продаётся за 515 рублей. К слову, если вы из России, то игру, кстати, всё ещё можно купить через внутристимовскую валюту. Как это сделать, я оставлю ссылочку в комментариях. Это очень низкая цена за игру, и обычно такая стоимость у нас в разделе инди-проектов. Чем, собственно, эта стратегия и оказалась. Начнём с того, что я, прежде всего, ожидал увидеть в этой игре какую-то форму мультиплеера. В идеале, жуки против человеков, а-ля Зерги и Терны из Старкрафта. Ну, или хотя бы кооперативные миссии или компании. Но нет. В этой игре, несмотря на то, что она делалась два с лишним года, контента практически нет. И компания из двух десятков миссий, да, это прикольно. Каратюшенькая обучалочка и два сценария. Вот это и всё. Видимо, нас ждут какие-то волны платных DLC в дальнейшем. Честно говоря, довольно мало даже за 500 рублей. Игра встречает нас с базированной заставкой, где показывают милую семейную пару. За это мы начислим ей один балл карандашиком. Ну, а больше в менюшке делать нечего. Настройки очень примитивные. Графику толком как-то не подкрутишь, кроме одного буквально показателя. Но да ладно, давайте сразу в компанию. И нам рассказывают про бравых бойцов, которые отправляются на планету, чтобы обеспечить добычу нефти. Ладно, не нефть, там другие ресурсы. И если вдруг вы не знали про лор этой вселенной, то это на самом деле самая прикольная часть игры и вообще всего Звёздного Десанта. Если кратко и примерно, люди ведут борьбу с какими-то жуками за ресурсы планеты, повсюду пропаганда милитаризма и фетиш на красивые костюмы. Изначально роман Хайнлайна в целом и был про это, как доблестные люди очищают мир от плохих жуков и ещё там одной расы. И это был чуть ли не самый базированный, правый роман того времени. Он критиковал моральное разложение, отсутствие дисциплины в США и вообще всё в таком духе. Автора критиковали за фашистские взгляды и милитаризм, а сам писатель был антикоммунистом и выступал против леваков. А вот фильм, который снял режиссёр Пол Верховен, для кого-то это имя, конечно, что значит, но я смотрю только Робокопа, был уже этот фильм совсем другим. Там какая-то глубокая сатира и ирония над этими темами, которые поднимал писатель. Но в детстве, честно говоря, при просмотре я ничего из этого не выкупил, и для меня Звёздный Десант это просто боевичок про жуков без какой-либо политической подоплёки. Если не лить водичку, как я это люблю и говорить кратко, геймплей простой настолько, насколько это можно было сделать. Это, конечно, не самая примитивная РТС, но все наши миссии будут идти примерно по одному сценарию. Сначала идёт красивая катсцена с брифингом, и она действительно залипательная, плюс есть приятная английская озвучка и саундтрек. Ну а дальше нам уже просто дают солдат под управление, и всё. В игре есть неплохой номер юнитов для игрока и примерно такое же количество разных жуков. Каждый отряд вашей пехоты имеет две способности, стандартная и ещё та, которая откроется после получения трёх ветеранств. Там на выбор будет даже две способности сразу. Не совсем понятно при этом, что дают другие два уровня ветеранства и опыта, но и на этом спасибо. Также у всех отрядов пехоты из траектории стрельбы и солдаты не могут стрелять из-за спины друг друга. Им нужно отходить на возвышенности или вставать в линии. В общем, да, игра с рельефом, местностью, заборами, она действительно имеется. Это добавляет такой неплохой аспект к тактике в данной стратегии. Но на этом всё. Да, в игре больше ничего интересного нет. Всё, что вы будете делать, оставшиеся 8-12 часов геймплея, это ставить отряды так, чтобы они все стреляли одновременно. И это, в принципе, всё, что вам нужно будет делать. Игра очень быстро приедается и надоедает. Её поры хочется просто перемотать или как-то ускорить, потому что в ней нет какой-то сложности, челленджа, испытаний для вашего мозга. Вы как будто уже слетали на 100 планет и вывели миллион тараканов, и это вот ваш очередной рабочий день. Ну, скучно, да и всё тут. Я играл на нормальном уровне, сложности, у меня были просто фантастические ситуации. Ну, начну с обучалки. Почему-то транспортный корабль решил не эвакуировать моих солдат. Ну, это, конечно, маленькая шуточка, давайте серьёзно. Вот, смотрите, сказочно одарённый интеллектом Бассет решил загрузить всю пехоту в транспорт. Как раз за 5 секунд до прибытия волны Жуку. Звездолёт долетает до места, и вся пехота стоит тесно друг к другу. И вам кажется, что сейчас-то их сожрут, и всё, поражение. А вот и нет, пехотинцы выпрыгивают из долёта и с криком «А вот и мы!» расстреливают всё живое и неживое в округе, после чего спокойно набивают ещё одну волну. Замечательно. И таких моментов у меня было много, и к третьей миссии я уже просто играл как обезьяна, которую научили нажимать одну кнопку. Я даже перестал расстрелять отряды, всё равно всё проходится без проблем, там, с минимальными потерями, ничего страшного. Может быть, дело в сложности, скажете вы, но единственное изменение сложности — это урон ваших автоматов, который станет в два раза ниже на максимуме. Это не очень интересно, честно говоря, но даже если так, я читал очень много отзывов, даже на самой высокой сложности, игра оставалась скучной и лёгкой. Самое весёлое, что я нашёл в этой игре — это кибертрак Илона Маска. Ну, прикольная отсылка, если это вообще была отсылка. Конечно, игра пытается нас немного порадовать сменой локации. И мы вот и в городке побываем, и в шахту спустимся, роботы боевые будут, и есть даже какие-то шутки и более-менее забавная звучка, если вы знаете английский. Но сам каркас, сам базис геймплея очень скучный. И если вы поначалу первый часик как-то вот ещё играете, бодро осваиваетесь, то потом вы просто устаёте от нудности этой игры, я не знаю, как это ещё описать. И ко второму часу я уже просто сидел и отправлял отряды мышкой, а параллельно у меня в руке был телефон, и я отвечал на ваши комменты и листал паблик «Мир стратегии ВК». Это мой паблик, заходите, кстати, ссылка в описании. Может быть, у меня просто профессиональная деформация после прохождения более 70 разных стратегий, но данная игра про звёздный десант не оставляет у меня никаких интересных впечатлений. Графика? Ну, она слабовата до 22-го года. Как бы неплохая, но и любоваться-то особо нечем. Звук и особенно мелодии приятные. Но озвучка юнита повторяется очень-очень часто. Ну, там не такой большой пул фраз. Стрельба и жуки не особо цепляют. Вроде как рисовка ничего так видно, там разные юниты, прикольно. Но не могу сказать, что слышать тот же затвор у стрельбы автоматов прямо-таки хочется, и чего там супероригинального, необычного я не увидел. Какого-то особого удовольствия от игры не получаешь. Вот что сделано реально хорошо, так это, конечно, то, что у юнитов есть способности, это прикольно. Они не обязательно даже используются в игре при этом, и нет такой большой необходимости все это так изучать, комбинировать. Но такие комбинации все-таки есть. Ну, еще, конечно, отдельно это озвучка человека, который читает нам брифинг. К сожалению, эту игру я дропнул и не осилил до конца. Может быть, я не прав, игра раскрывается ближе как раз-таки к концовке. Но, блин, что это за игра, которая не дает вам приятных эмоций на старте и в середине? Геймплей должен цеплять, приносить радость. А здесь мне просто было скучно. Я лучше пойду, посмотрю на крысу мусорки своего дома в Питере, или вот, зацените, какой муравейник я нашел на тропе здоровья в Комарова. Вот это контент. И электрическая из СПВ даже дешевле, чем эти ваши жуки за 500 рублей. И я, конечно, заранее извиняюсь перед всеми программистами, которые меня смотрят, перед всеми айтишниками. Я знаю, что делать компьютерные игры это очень сложно. Но, блин, неужели сами разработчики не пробовали играть в это, не сравнили с другими крупными проектами, ну или даже не очень крупными? Проблема этой игры не в том, что она графически неинтересна, или что в ней плохой звук, или там какие-то другие. Она очень хороша, она соответствует лору, в ней, в принципе, все на уровне. Но в нее просто почему-то скучно играть. В ней не хватает каких-то особенностей, динамики, механик. И, в общем-то, почему-то она не цепляет лично меня, может быть, я ошибаюсь. Но впечатление такое, знаете, это что-то вот на один вечер, когда вам уже скучно, и на один раз только вот на эти 8-10 часов, потому что, ну, другого контента в игре просто нет. Ни сражений с искусственным интеллектом даже, ни кооператива, ни мультиплеера, ни какого-то сценария выживания, там, нескольких хотя бы, какой-то сценария волны, например, да, как это бывало в таких играх. Просто очень мало контента, и при этом сам этот контент весьма однообразный и весьма какой-то простенький. То есть ваш мозг не будет напрягаться, не будет работать, ничего такого вот, что интересного. И если сравнивать с тем же Старкрафтом, да, там тоже были как бы похожие миссии во второй части. Конечно, это игра с более серьезным бюджетом, даже если выкинуть весь сюжет, просто вспомните, там, вы можете отбиваться в какой-то крепости, там, просто куча экшна, зерги на вас прут. Потом вы на какой-то колонии, где вирус зергов, там уже зараженные люди, там начинается какой-то совсем другой вайб, какая-то другая, даже какая-то хоррор-атмосфера, потом древние пророчества и тоже какие-то отсылки к более серьезным темам. То есть есть какая-то смена фаз, смена каких-то интересных моментов, деталей. В этой игре такого нет. Вот есть вы, есть жуки, это хорошо, это плохо, пара достаточно плоских шуток, и примерно все одно и то же. Есть, конечно, какие-то позитивные моменты, вроде спуска в шахту, это прикольно, но, честно говоря, игра не ощущается так весело, так круто. Причем, даже если сравнить с шутером, который был сделан по этой вселенной, я помню, что я играл в него в детстве, и он вызывал прям разные эмоции. Вот просто эпик от количества противников до реально страха в некоторых миссиях. Но у этой стратегии как-то вот именно с точки зрения интереса получается все очень плохо. Какой вердикт, лично для меня, это лично мое мнение, скучно и не цепляет? Да, если вы очень любите вселенную фильма, именно фильма, да, тогда, конечно, вам зайдет. Игра близка к этому произведению и в целом сохраняет всю атмосферу. Пройти ее можно за 8-10 часов, в зависимости от сложности, то, как вы быстро играете, ну, то есть где-то за 2 вечера. Если вам надо куда-то ехать на поезде с ноутбуком, или вам просто все надоело, или вы не знакомы вообще с другими стратегическими или тактическими играми, то, как говорится, с пивом пойдет. Но если вы искушенный фанат жанра или ждали чего-то большого от этой игры, то это, увы, не тот случай. Игру делали довольно долго, ее неплохо даже пиарили, но в итоге это просто маленький инди-проект. Вот это так и есть. Я бы поставил этой игре 5 из 10 баллов. Ну, может быть, если брать инди, то больше, но в целом это среднячок. Даже не сильно крепкий, и что-то в ней сделано хорошо. Но в целом это действительно инди-продукт на свою цену. И если бы не эта роскошная цена, потому что сейчас нормальные игры вообще стоят больше 2000 рублей, я бы даже ее вам не рекомендовал. Ну, а так, если не жалко, если скучно, можно попробовать. Хотя не думаю, что это прям сильно стоит вашего внимания. Но, опять же, только если вы реально любите эту вселенную. На сегодня все. Спасибо за просмотр и делитесь вашим мнением об этой игре в комментариях. С вами был Bassett. Желаю вам всего хорошего. Всем пока и до скорых встреч.